О, корейские подъехали, чё там? А корейские морковки подорожали, не знаешь чего. Это корейский флаг. Я нахожу это оскорбителем. Ты только посмотри на это. Да как он смеет оскорблять нашу великую страну и нашего великого вождя. Мы должны отомстить ему, но он находится в Украине. Ты только никому не говори, у меня есть изобретение проклятых капиталистов. Это очень удобное приложение по поиску дешёвых авиабилетов во все направления. Авиасейлс. Оцени удобство и красоту интерфейса, это же чистый кайф. С помощью него мы сможем купить билеты и добраться до Украины. Теперь ты за всё ответишь. Коля Зырянов. Там чё? Распродажа корейской морковки? ДЗК это игра, в которой один из участников загадывает любую фразу-ответ, а остальные игроки должны рассмешить его фразой-вопросом. Если участник засмеялся, загадывает следующий. Ребята, мы рады вас приветствовать. А мы вас рады приветствовать. И рады приветствовать. Один по, и один по, и это тупо подкаст. Как мне нравится всегда это начало. Один по, и один по, и это тупо. Кто это придумал? Кто придумал тупо подкаст? Дядя Жора. Честно говоря, он придумал практически все наши шутки. Нет, серьёзно. Я тебе могу рассказать. Приходит дядя Жора. Мы говорим, мы с позитивом хотим провести классический, красивый, не перебивая ни одного человека, супер подкаст. Да, в твоём варианте это может быть теперь. И вашей проблемой было то, что вы за подкастом пришли советоваться к дяде Жори. Он сказал нам, говорит, давайте сделайте такой подкаст, в котором вы будете постоянно перебивать кого-то. Не будете говорить никому. Вы будете всё время мешать. Люди придут, комментарии будут ужасные. Слышишь, тишина? Люди реально махают головой. Я говорю, дядя Жора, а как же мы назовём? Он говорит, ну как? Посмотрел на нас, сказал, ну тупо. А дальше мы уже развили шутку дяди Жора. Кажалось бы, шутки дяди Жора неразвиваемые, но в этот раз мы её развили. От ребят из тупо подкаста только что был тупо пиздёж, мне кажется. От создателей тупо подкаста. А что ты в таком кресле, всё равно как в маршрутке сидишь? Знаете, что общего у кислорода и Потапа? Что? Его не хватает. Я знал. Они тоже заполняют всё пространство. У нас есть возможность поговорить, пока он пьёт. Прежде чем мы начнём, важное событие, к чему приурочен приход Лёши и Лёши к нам на ДЗК? Наши приходы приурочены обычно к разным моментам. Так захотелось отдохнуть. Да, но у вас же вышел альбом, Алексей! Ура! Точно, Кейстайл! Бро! Ебей! Спасибо, что пригласили и подняли эту тему, потому что в этом альбоме скиты и фразы между песнями очень смешные. На удивление от передачи ДЗК записали ребята из ДЗК и Львы на джипе. Спасибо большое! А всем вам рекомендуем! Ты был великолепен! Вот этот скит валика про то... Успокойся! Осторожно! Двери зачиняет, послушайте! Это очень красиво, это про Киев, это про нас, вот нас вам. Всё? Что сказать? Ребят, не добавить, не убавить. Ну а между нашим новым альбомом с пацанами, альбом скитов «Киевстайл» мы пригласили пацанов, чтобы они попели между нашими разговорами. В Apple Music там же типа звёздочками выделяется успешный трек альбома. Да, да. Может скит выделиться звёздочкой? В нашем альбоме это могли быть все звёздочки, но так как в вашем коллективе звёздочкой только выделяется Коля, давайте честно говорить... Я хочу звёздочку на скитере говорить честно, что... Я согласен, кстати, с человеком. Давайте к обычным мыслям. ДЗК, да? Да! Готов? Да. Что там по планам дальше на 2021 допустим? Было бы хорошо. Убрать патчи с ебала. Было бы хорошо. Убрать колюс ДЗК. Было бы хорошо. Смотреть на мир широкими глазами. Это же ему. Было бы хорошо. Это очень российская шутка. В 12 лет выбрать нормальный никнейм, а не это уебанство. Было бы хорошо. Но... Надо пиздить этого корейца за эту хуйню. Было бы хорошо. Знаете, какой у него альтернативный ник был? МС Плюс. Блять, МС Плюс. Блять, МС Плюс. Блин, охеренно. Ну между позитивом и МС Плюс какой? Блять, мне Плюс нравится. Было в начале, когда у меня щека опухла, было МС Плюс. А у тебя всё в гору. Позитив, Плюс, всё на умножение. Был ещё умножение? МС корень ещё. Не б сдануть на массаже. Было бы хорошо. Если бы с концертов и тебе что-то платили. Ребята, если бы вам писали в шутки хорошие авторы. Было бы хорошо. Было бы хорошо. Есть. Фу. Ну, мразота. Чистая мразота. Да давайте уже готовиться к празднику. Заходит Лысый из Бразерс на порно-студию и говорит... Давайте уже готовиться к празднику. И хуй в Оливье. У него просто праздник, съёмочки. Сейчас 1 января. Хули ты яйца варишь и красишь. Ты заебал. Восемь утра. Надо яйца красить встал. Пасочки. Давайте уже готовиться к празднику до пасочки чуть-чуть. Да, 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 есть. Зачем ты это сделал? Фу. Следующего. Следующего. А как вам я? Фу. Следующего. Кун. Фу. Хорошо. Следующего. Когда мама тебя рожала, что папа сказал? О, бейбе, бейбе. О, бейбе, бейбе. Фу. Следующего. Полилась же грязь наконец-то. Хорошо. Блэть, первое, что я не знаю, какого хуя она пришла мне. Давай встречаться. Если бы я был султан. Понял, заходят в гримёрку по Плавскому. Короче, там все разбросано, тигр, какой-то Лерри Винн с татухой тут татуировал. Понял? Откуда ты вспомнил Лерри Винн? Короче, куча там несовершеннолетних телок. И, короче, просыпается Поплавский, забегает его помочь, говорит, ну, Михаил Михайлович, ну так же нельзя, ну это ж Содом и Гамора. Если бы я был султан, ты там разъебал ее тут. Лерри Винн с татухой. Да-да-да. Нужно было заканчивать. А вы знаете Лерри Вина, да? Да-да-да, знаем. Я его видел. Только не говори, это должны знать только те, кто знают Лерри Вина. Я шучу, расскажи, я не знаю. Нет, подожди, тогда все, кто узнают, будут это знать. Нормально, нормально. Это как Пойцовский клуб. А, Лерри Винн, это типа Ларри Победитель? Типа Лерри Винн. Да-да-да. Валерий Виннский. А кто-то помнит Лерри Вина? Конечно. Как, у него же прекрасная эта песня, она поет. Голосуй по уму, голосуй за кучму. Что, ты не помнишь? Лерри Винн. Я в ней в политике. Серьезно? Серьезно? Лерри Винн такой? Не доказывай. Это ДЗК или доказуха? Загуглите. Загуглите. Запомните Лерри Винн на другую песню. Голосуй по уму, голосуй за кучму. Нет, он пел еще другую. У него один хит. Нет, он пел другую сейчас. Давай, Коль, ты должен помнить. Аэроплан. Нет, про план, тебе все про план. Нет, подожди. Аэроплан. Биология. Лерри Винн, все. Биология, я вам говорю. Александр Ильич, не самое важное в жизни занятие вспоминать песни Лерри Вина. Давайте. Но татуировка, как у Тайцина, у Лерри Вина, это прекрасно. Вспомненный процесс. Мы сегодня накинули поплавский в параллельной вселенной. Это ректор, который бегает по углам, чтобы вы не выебали студенты. Нет, меня нет. Я не на работе. Ой, ой, ой. Вы який курс, я выебать. Хорошие ребята и недорогие. Леша забрал у меня. Да, я забрал тебя. Это ответ? Да. О, прикол. Подойдите, а почему мы ломали правила? Это рейперский захват ответа только что. Да, да. Рэперский захват ответа. Рэперский захват ответа. Рэперский. Ты выставляешь одного своего рэпера против одного нашего. И кто победил, того и завод. Того Олейну забирают. Рэперский захват. Рэперский захват. Рэперский захват. Рэперы. Рэперский захватят. Так это место наше, все мы забираем. Забегают рэперы и просто читают там про то, что теперь по закону. И все таки. Оооооо! Скажем сразу. Бадой, во-первых, он может обидеть Алан. Я попал в эту… Я просто подыгрываю. Нет, не говори… Не извиняйся перед колбасой. Говори Бадой. Чувак, а ты знаешь, почему сейчас у него колбаса… Колбаса называется? Бадоевская? У него колбаса есть? Да, есть колбаса. Он ее вставляет в каждый клип. Он ее вставляет в каждый клип. В каждом клипе колбаса Алан. Его хотят конкуренты перекупить, чтобы он был юбилейный Бадой. Слышите, Патап, Пазик, а у вас бывало когда-то, что вы сами запутались в своем диалоге? Как вы начнете? Ау! Нет, ты где же? Я тут говорю про автомобили, а я здесь про свою тему. Что с вами? Что с вами, ребят? Андрюх, ну че ты такой замкнутый? Это просто мое имя. 505? Это просто мое имя. Лу… Зан… Ты слышишь, вонючий пидор. Это просто мое имя. Это просто мое имя. Говноед к доске. Это просто мое имя. Что ты нассал на снегу? Это уже просто… Это просто мое имя. Элван. Посасывает Тимати и говорит, ну… Ну это ж просто мое имя. Я ж много его не прошу сказать. Ну просто решили вопрос так. Если что, я фанат Элвана. Ну я против Тима. Элван Агарози, который сейчас… А с чего ты так? Ну мне нравится больше его творчество. Не сам по себе, как мужчина, нравится он тебе? Да, да, грузин. Я обожаю. Грузин? А что ты видишь в нем такого, что тебе нравится? Что же возбуждает твою фантазию мужскую? Коля, ты психолог, который хочет доказать мне, что я пидор. Коля, ты просто поцелуйся, тебя за уши не оттащишь. Загадал? Да. К нам сегодня пришли наши друзья, знакомься. М-м-м-мозги! Выплюнь это слово. Это у вас, это у вас связь. Фантап выезжает с СТО, говорит, смотрите, какой сигнал поставил. М-м-м-м-м-м-мозги! М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м Я не ожидал. Вот такой заход. Политики ебут. Я просто такой, что? А потом такой, ааааа. Аааа. Это сатира. Я придумал. А когда денежку на карточку закинешь? Паранойя. Что это? Пара-ковчег? Паранойя? Ну ты, блять, хоть сформулируй. Ну хоть сформулируй. Хочу, чтобы оно в шутке было. Я думаю, я это пара. Я говорю, а что это за мальчик и девочка-бараны на ковчеге? Не пиздите на Коля. Не пиздите на Коль. Парана-ковчег. Коля, в вашей передаче не было вообще. Иблия, иблия. Коля, Коля, Коля. Меня так даже Дедков не поддерживал. А что за слово было, кстати? Паранойя. А точно. Подождите, по-моему и так было нормально. Было шикарно. Паранойя была. Ты засмеялся. Ты загадываешь. Ты молчил. Подожди, блять, Леша, не путай нас. Пайзек такой, подожди, Леша. Запорожье. Запорожье. Бля, мы как будто деревня, а Леша забежал, это, такой... Ордой. Ордой захватчиков. Изнасиловал, брат, избил. Паранойя. Отпиздил нас, блять, всех. Паранойя. Вот она пришла весна. Паранойя. А что ты, когда выходишь из дому, переступаешь порог, потом обратно, потом опять туда, потом опять обратно, а потом закрываешь девять раз? Паранойя. А что это, когда Зеленский каждый раз приходит на работу и такой, здесь сияют витрины, и горят фонари, здесь сияют машины. Паранойя? Можно мне молоко? Паранойя? Или рязанойя? Паранойя молоко. Она несет молоко, такой... Паранойя молоко. Я засмеялся, Коля загадок. Да, хорошо. А где бабушка? Да у меня денег столько. Мунтян выступает в церкви и говорит... Вот так прикасается, да у меня денег столько. И человек в обмарах просто. Да. И человек представляет, ты можешь хуй его. Сука, Мунтян. Я один раз нюхал женщину с кокаином. Скрутил ее и через нее... Я просто положил на гору кокаина и нюхал ее. А, я дома скрутил женщину. Да, я за... Загадал. Алексей Андреевич, нам на 6 на полировку лысин. И я как засажу. Ля-ля-ля, жужужу. И я как засажу. И я как засажу. А я все гляжу. Я сейчас засажу. Отвечаю, матька только от Дантеса уйдет. Я как засажу. Сила-сила-сила. Сила-сила-сила. Только еще Андрады 18. Да. Только тут. Вообще, я заметил, что ваши все... Я смотрел ДЗК. Заметил, что все шутки про секс и члены и женские прекрасные места. Всем всегда нравится. Они все смешные. А это не только у нас, это везде. Я считаю, что ДЗК это сердцевина. Вокруг шутки про пизду, как у Сатурна. Три столба. Сексизм, расизм и политика. Три столба, на которых держится... Это мне говорит, кореец-пидорас. Понимаете? Ну нахуй вы меня сюда пригласили, блядь. Чувак, видите? Объемная кирия. Ну что ж, встречайте кореец-пидорас. Да, загадаю. Ты играл в «Поле чудес»? На горе увидимся. Я такая, понял, незаинтересованная учительница вообще в своем классе. Ребенок ей звонит. Алло, Мария Ивановна, вы меня забыли у склона. На горе увидимся. Хорошо. Хорошо. Завтра. Хорошо. Поднимайся. Алло, раки, вы свисток взяли? У-у-у! Сила! И вы знали, что ты не зря здесь сидишь? На море свистим увидим. Ой-ой-ой. Алло, раки. Сила, сила. У меня была... Ребят, у меня была... Не ребят, что... Слыши, ну это... Тебе повезло, что ты обогнал меня, потому что у меня была сильнее. Палило сильнее в сто раз. Сильнейшая. Знаешь, какая? Давай, чтобы зрители вне монтажа, я скажу, но поделюсь с вами просто так. На Patreon. Итак, смотри, если бы я сказал, как бы я выиграл эту ситуацию. А скажите, будь ласка, я к российскому буду. На горе увидимся. На горе увидимся. Нормально. А? Ребят, а? 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 Есть, есть ответ. Это гулька, это осознанный выбор или так сложилось? Как ты наркоманом стал? Ну что ж, господин сантехник, проходите вот тут капать. Ты можешь меня поласкать как-то сегодня по-особому, любимый? Вяленькая. Ты с пола ее подняла? В пузатой хате гороховый супчик. Еще и сухарями. Нахер мы взяли немого дегустатора. Скажите, какую мы букву не доучили в армянском алфавите? Угу. 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 Есть такая буква. Буква в армянском… Первая буква… Угу. Нет, в армянском есть буква… Угу. А, так это целое слово. Оно описывает то, что ты… Ну, то, что ты выпил с хинкали. Майкл Джексон подходит к маленькому ребенку и говорит. Когда сёргнул супчик, вспомнил, как вчера пососал классно. Ой, Коля голубой точно что-то представить. А что вы подарите на День Святого Николая? На студии увидимся. Все, блядь. Алло, риэлтор, там, я прошу прощения, вы же правильно все записали, мне главное, чтобы кухня и комната были раздельными. Да-да-да, на студии увидимся. Да-да-да. Да, как тебе моя рубашечка? Шесть лет такого не видел. Братуха, все, вопрос у него. Все, я понял, этот, мужик отсидел за педофилию, только вышел и на детскую площадку смотрит. Молчи, ты ж куда говорим, обещал. Шесть лет такого не видел. Ты ж говорил без пошлости. Чувак подходит, значит, в писсуар, рядом с другой, и он такой поворачивается. Шесть лет такого не видел. Зеленский выходит на балкон, а там Майдан. Шесть лет такого не видел. Старый друг встретил Олега такого. Олега такого не видел. Мужик недавно на днях на вокзале встретил Януковича. Шесть лет такого не видел. Значит, ну, ровно шесть. Сколько? Ну, он в четырнадцатом уехал. В тринадцатом. В тринадцатом. В семь проебал. Ты так, вот слово уехал о нем, такое доброе. Он уехал, он собрал вещи, он обиделся, собрал вещи и уехал. Уехал. Уехал, звучит так, как будто мы хотим его вернуть. Как будто мы хотим его вернуть. Шесть лет такого не видел. Привет, я Дима Каляденко. Сильно, сильно. Примерно вот где-то вот сюда. Хорошо. Да, загадал. Когда-нибудь поменяешь свой имидж? Сейчас покажу. А скажите, пожалуйста, это вы тот известный акробат, который бросается своим хуем? Сейчас покажу. Буууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу а где ваши анализы давай я говорю про андрей давай закончим эти шутки про корейцев я извиняюсь но вы обознали просто на улице вот виктор федорыч я извиняюсь но вы очень обознать это не воспитанный человек もの был достаточно для ты нормальный мужик натурал я извиняюсь но вы обознались это не вы не делали обрезания я Я извиняюсь, но вы обознались. Господин ведущий, в чёрном ящике банан. Просто на улице какому-то человеку. Я извиняюсь, но вы обознались. Здравствуйте, а меня, кстати, зовут Олег Обознались. А вас извиняюсь. А я извиняюсь, вы обознались. Я извиняюсь, вы обознались. Вы обознались. Я извиняюсь. А вы обознались. Получается так. Быдло-быдло-быдло-быдло и хамло. Как режиссер монтажа будет просто. Да пофиг, привет, я извиняюсь, вы обознались. Передай ему привет. Передай привет режиссеру монтажа Александру. Да, кстати, да. Саня, спасибо за подкаст. Что мы творили? Да, я загадал, извините, это будет провокационно. Калёк. Ты в очко за какую сумму дашь? Вот это кроссовки, остальное говно. Как тебя, блять, угораздило в кроссовках упасть в туалет сельский, блять? Вот это кроссовки, остальное говно. Ты вообще понимаешь, что происходит вообще в мире? Да, вот это кроссовки, остальное говно, вот такая стоит. Добрый вечер, это наше шоу, кто хочет стать миллионером для даунов. Итак, финальный вопрос, где кроссовки, а где говно? Давай! А можно звонок другу? Ваш! Олег, вот тут, короче. У меня есть кроссовки, вот рядом говно, нужно понять, че. А, шо не кроссовки, все, блять. Есть, я загадал. Лузан, Лузан, отпусти нас из своего подвала, пожалуйста. Изи. Вот это кроссовки, это говно, а у тебя как они называются? Изи. А почему ты в женских кроссовках? Изи. Ребек, кому рассказать, что мне изменила Роза? Кому? Изи. Изи. Институт зоологии Ирпеня. Институт зоологии Ирпеня. Ирпеня, замените институт, я там... Сокращенно, Изи. Как там были? Фагот и... Да, да, вспоминай. Фозь, Изи, Изи. А как вы на корейском вашем сиси? Изи. Присесть на куканчик для тебя. Для тебя. Для тебя. Для меня. Это Изи. Пробросик, да, такой вопросик? Такой, Изи, Изи, вообще легко. О, ребята, если вы захотите найти кайфовые товары по кайфовым ценам, переходите по ссылке в описании для наш партнер Изи Юа. Это гиперпространство кайфовых вещей. Какой молодец. Я молодец. Ты сразу закинул нам рекламную хуйню. Ты, блядь, с нами тут рекламу ухуялись. А тебе что, сложно или что? Да. Изи. А тебе? Изи. А кто лучше, чем ***? Нельзя упоминать в рекламе бренда другой бренд. Запомни, это первое правило Блэд Макдональдс. И ты, блядь, вспомнил ***. Пиздец. Ребята, в Макдональдсе не такие вкусные бургеры. Приходите к нам в крыло, блядь. Пиздец. А, кстати, Бума, это вам не Найки. И это было как? Изи. Я загадал. Загадал? Поехали. Иди ко мне, мой котик, мур-мур-мур. На-на-на-на-на. Мур-мур-мур. На-на-на-на-на. Ну дай мне, дай мне денег. На-на-на-на-на. Музыкальный боксер, а ну. На-на-на-на-на-на. Все нормально, я и ее, короче, единственное, что она постоянно как конченая поют эту песню. На-на-на-на-на-на. По отношению, ну в декартовых координатах по отношению к бутылке ты где находишь? На-на-на-на-на-на. Красиво. Я тебе, долбоёб, объясняю. Как? В украине. На-на-на. У. У. Сильно. Сильно-сильно-сильно. Это зятей из России созвонился, который не понимал его себя Это caresна. tightельный. Сильно. Сильно-сильно. Ну хорошо. Скажите, пожалуйста, вы никогда не думали о музыкальной карьере? Буба Касторский. Буба Касторский? Не пошло бы, да? Да, не по тетрасьте. На морском песочке я Маруси встретил в розовых чулочках. Буба Касторский. Это же новый, выдуманный человек, скорее. Это что-то есть такое. Нет-нет-нет, это персонаж, который пел эту песню. Свадьба в Малиновке? Нет, да. Буба Касторский, знаменитая... Буба Касторский, это свадьба в Малиновке, не пиздить. Мы старые люди. Пазик именно раскусился. Бля, я читаю, брат, я читаю про тебя. Ты пиздишь, я пиздишь. Пиздишь ради своей цели какой-то. Какая цель, я не понял, но ты пиздишь. Ты понимаешь, сейчас насыпаешь на уши. Зайка, котик, солнышко, зайка, любимая, котеночек, моя ласковая бубочка. Как тебя мне еще по-другому назвать? Буба Касторский. Прикинь, Настя ему говорит. Назвай меня Буба Касторский. Назвайте меня Бетти. Я был Потап, но сейчас вы можете назвать меня Бетти. Я придумал, я придумал. Да. Леша, ну вот, как ты называешь свой нос? Кстати, это стандартная ситуация на тупо подкасте. Я понял, почему Потап тебя перебивает, потому что ты как хуйню скажешь. Стоп, 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 смотри. Где ты одеваешься? Ну нет, подожди, это вопрос по делу на самом деле. Да. Как ты называешь свой нос? Смешанные чувства. Наш альбом «Киевстайл», мы добавили туда немножко любви, немного страсти и все это размешали. Получились? Смешанные чувства. Подарили презик, но просроченный. Смешанные чувства. Да. Познаваем тысце легенда о спорту Валентин. Ааа, морское чудовище мне в задницу. Говорила воспитательница в моем детском садике. Ааа, морское чудовище мне в задницу. Последняя твоя фраза перед тем, как тебе осьминог желянул в очко. Ааа, морское чудовище мне в задницу. Поплавский на отдыхе. Чувак, он еще стоял в Мадморе вот так. Да, причем он в ресторане «Иси Пудо» говорит, а ставьте мне этого краба в жопу. Я не знаю, что он краб называется. Он говорит, морское чудовище мне в задницу. Мужчина, выйдите из машины и дыхните в трубочку. Я как Анатолич. Понимаете, тут такая хуйня-то вообще, мне в задницу случилось. Я не могу даже объяснить как-то вам. Я как Анатолич. Такой милашка, а так что там ебать хочется? Я как Анатолич. Сейчас покажу вам свой двор, который никому не нужен. Дудь смотрит свое лучшее интервью. Ну это было сильнее. Есть, 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 есть. Не, он смотрит такой маэстро, есть мастера в этом цеху, есть иконы интервьюеров. Я рад, что я журналист, потому что Я как Анатолич. Чувак, это охеренная книжка, Я как Анатолич. Книжка, автобиография Дудя, Я как Анатолич. И там все в брошенных мыслях. Не, ну смотрите, короче, ситуация в чем. Я как бы книжку начал писать, и вот первая строка, я ее и записываю. Первую свою мысль. Блин, у меня машина поломалась, сори. Как тут выключается диктофон? Блять, может вот это? Блять, нет, не оно. Вот в книжке сидишь, читаешь. Да, я готов. А у тебя кроссовки под глаза, типа? Братан, это классика. Что, прям в вагину, что ли? Давай, давай, давай. Братан, это классика. Достоевский ебет Чехова книжкой Анатолича. Братан, это классика. Ты подходишь знакомиться к девушке, она тебе говорит, иди нахуй. Братан, это классика. Значит, вольник не может понять, что происходит. Братан, это классика. Ой, прикольно как. Братан, это классика. Блять, там сбоку, наверное, была отвратительная, извините. А нахуй этот, вот этот с палкой, блять, дирижер. Братан, это классика. Каждый год, 31 января, надеяться, что тебе родители подарят что-то нормальное, а там дрочь какая-то. Братан, это классика. А ты 31 января ждёшь подарки? Слышишь? А нас опять зафатчат в комментариях с позитивом. Братан, это классика. Братан, тут порно, брат сестру трахает. Ну, да… Братан, это классика! Папа брата трахает. Братан, это классика. Усиливаем. Тут деверь за ловку трахает. Братан, это классика! Братан, тут по-плазски трахает морского чудовища. Братан, это классика! Это 1964 habla никого не берёт. Ты посмотри. Андре Тан идет и пьет Тан. Братан, это классика. Это был я на рыбалке, выебыл карасика. Братан, это классика. Купе резко зажегся. Да, хорошо, есть ответ. Леха, ты у меня землю жрать будешь. 16 тонн. Пиздец, это да? Ты чувствуешь меня? Ты посчитал, сколько ты за жизнь всего скинул? 16 тонн. Прикинь. При мусорах, в смысле, ты мишен? Скинул, 16 тонн. Дед, встретимся на горе. Итак, решающий вопрос, поступаете ли вы в наш институт или нет. 1,6 кг. Это? В институт поплавского, да? Это 16 тонн. Браво. Как-то был я, на рыбалке выебал я клен. А ты сон у меня ровно 16 тонн. Традовым собираем песню потихоньку. Да есть. Давай, животинку. Мне тут в сухариках попалась фишка, пишут, что ты пидор. это фишка наших сухариков я щас тебя переверну архимед набухался и говорит смотрите . опоры я щас тебя переверну короче с чего вообще начался коронавирус бухой мужик подошел к летучей мыши я щас тебя переверну а водишь чуть-чуть ну уже заебал вопрос это всех местная переформатировать песню календарь переверну как ты относишься кварталу это мой ковер самолет директор мау смотрит на локдаун и такой понял у него дергается глаз и он такой а это мой ковер самолет что ты на этом ковре наболевал что ты в этот раз придумал как ты будешь в этот раз ковер выносить выбивать а вот уже песня аладдин забрал бледен собою в полет и весь вечер напевал алексей скажите пожалуйста в чем секрет этой вашей бешеной активности и безудержной энергии виноградный сок алексей извините это парайдер ошиблась вам крэво шо еще надо было виноградный сок крэво виноградный сок и переграды забыли да давай а что ты прием урины отнес виноградный сок водитель мне мама передавала дамские пальчики измаил а вы все подавили это же получается виноградный сок как-то был я на рыбалке на лозе нашелся сок присмоктался а по вкусу виноградный сок вы понимаете что вы думаете частушка мы победили это народу любит простой юмор дзк в частушки да и вы были частушками вы не знали корейскими частушками я должен тебе передать да ты музыкальный робин гуд ты пиздишь мелодии у богатых виноградный сок нам спасибо тебе робин гуд причем понял он не просто отдает бедным он вламывается к ним в дом и слушайте да валентин вы не знаете к чему чешется левая рука дон дон спасайтесь кто может когда мама тебя родила дон 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 за что я держусь за пуповину за клитор вторую часть вторую часть игры net for speed в украине сделали там эрон дон 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 спасайтесь кто может павел глашатай на башне киевского университета культуры видит подъезжают по плавски дон дон спасайтесь кто может а вас не смутило глашатай глашатай ну этот вот этот вот видел есть но он же для него не сша а асашай 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 глашатай асашай он приехал асашай мне нравится ты ж казах ты ж город узбек как обычно происходит ну я точно знаю когда вагон именно твой заходят вонючий бомж обреганый есть человечек всегда дон дон спасайтесь кто может когда варианты шоу приезжают каждый город каждый город дон дон бегите бегите а блять все они вас увидели сидите смотрите ожогла это как годзилла который ходит ты знаешь что он когда-то на шашлыки упал и у него на боку теперь ожогла в смысле надо дядя ожогла ты придумал ответ да 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 поехали давай как-то был я на рыбалке вижу Кушать подано. Бля, я не успел спросить. Я хотел спросить, где ты пианино проебал? Кушать подано. В очень богатом доме он так подает. Кушать подано. Чувак, кушать подано, да? Так, ты какашку обратно в жопу пихаешь и к листам обращаешься. Заглядывай туда. Валик, извините, это прекрасно. А как вот этот царь, скажи, как это твою подданную зовут? Кушать подано. Приходит Потап домой, а Настя дома такая, Леша. Кушать подано. Да, бывает, это такая игра, мне нравится. А ты сразу ручку туда. Не смотрите. Настечка, Настечка. Ну что, темп, погнали, ребят. Наконец-то, ребята. Дзк на скорость. Дзк, дзк, дзк. Вы тоже давайте. Дзк, дзк, дзк. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Вот тебе моя жопа, вот рука. Это скоростное дзк. Вот тебе мой хуй, вот моя рука, это скоростное дзк. Трэк. Сделайте нам такой трек. Она работала в бутике, бери, Лёва. Да, я загадал, я загадал. А что это в худи, а человек не худой? Да я ненавижу рэп. Да Потап, ну скажите сколько вы будете петь? Да я ненавижу рэп. Вы слышали последний альбом Натальи Могилевской? Да я ненавижу рэп. Оу, Потап принес новое дерьмо, это holy crap. Да я ненавижу рэп. О, щет, you mother bitch. А что такое крэп? Крэп это дерьмо в переводе, да. То есть ты сказал дерьмо и перевел? Да, дерьмо и перевел. Он сказал и перевел, да. Я чтоб тебя обучить англійському. Сэнкио, китайоза. Да я ненавижу. Велкам, пидар. А ось наш новый участник Украины мае талант Микола. В детинстве Миколу зґвалтувала Зграя рэперів. Хаахахахаххе". Зграя рэперів. Тааа шелених, невгомомых рэперів. Зграя рэперів. Я хочу выпуск, чтобыÞет Потап и Пикалов. Потапу пиковая. Потапа пикала, Потапа пикала с Потапом. Потапа пыпала. Потапа пикала. Потапа пикала. Солнце блять! Как ты прогнуть меня во пирhehe? Я смотрю на закопота Попекалов. И второй тоже нихуя не понимает. Тоже сидит. Ты 300 гривен мне когда вернешь? Бля, мне завтра на операцию. А шо это ты одел все обмундирование, автомат с собой взял? Ну мне завтра на операцию. А шо это ты себе хуй меряешь? Да мне просто завтра на операцию. Сильно длинный. Шурик, а шо это в календаре у тебя стоит огромная буква «ы»? Оооооо! Ну интеллигентный человек, оборозован. Я просто завтра на операцию, идите на… Слушай, а когда у тебя из жопы достанут эту рацию? Я завтра на операцию. Мужики, а вы можете вдвоем загадать? Пососаться? Давай вдвоем. Давай вдвоем, давай. Мы готовы. Мы готовы, да. Мужики, где я вас мог видеть? Нас называют «Наша семья». Нас называют «Наша семья». Кузен, деверь. Нас называют «Наша семья». Эй, Пушкин реально в море с касатиками плавает и такой… Нас называют «Наша семья». Дед, бабка, ну хули вы ещё живые? Что вас держит на этом свете? Нас называют «Наша семья». Люди пришли ремонт делать, они всё никак. Швидкий ДЗК, швидкий ДЗК. Швидкий ДЗК, поехали, украинскую, поехали, давайте. Твоим же оружием, люкен по ебалу. Я мастер спорта по шахматам. Ты долбоёб, ты можешь одеться, блядь? Я мастер спорта по шахматам. А чё ты в «Адидасе»? Я мастер спорта по шахматам. Долбоёб, ты пересмотрел ход королевы? Я мастер спорта по шахматам уже, блядь, разочек сериальчик глянул. Ой, а что это у тебя? Много-много шахмат стоит по квартире, и вот какая-то фигурка интересная. Тут бриллиантик снизу, и тут вот такая штука. Что это такое? Я мастер спорта по шахматам, а это, так сказать, турада. Награда твоя, да? Своеобразная. Братан, так размазала. Ты поймаешь, что мы в этой жизни просто пешки. Сильно, 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 сильно. Братан, я мастер спорта по шахматам. У меня всю жизнь, блядь, блядь. Сильно, сильно, майнкрафтовая шуточка, квадратный рэпчик. Отлично, прекрасно. Это классно. Это лего, 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 ребята, браво, браво, браво. Я лего Гордон. Да-да, ты лего Гордон. Лего Гордон. Лего Гордон, и в гостях у меня мастер спорта по шахматам. Есть сельпо, есть ле сельпо, а есть Гордон, а ле Гордон. Ле Гордон, а, да. Ле Гордон, это такой супер-ламурный Гордон. Он тебя хвалит и еще рисует. Он еще и волосами приедет. Ты такой красивый. И он еще один и прическа. Гордон в следующее интервью будет принимать, ну типа он… В желтфинале или кружочек? Да, кстати, обращение к Гордону. Ты был у Дурнева, ты нам больше не интересен. Дурнев, слышал ты? Жесткий. Жесткий Дурнев. Так, можно к кому угодно обращаться, обращение к Брэду Питу. Блянь, даже не звони. Надя, пиздец, ну какой вопрос. Хватит 10 лет вместе, спасибо, блин. Хорошо. ДЗК закончилось, хватит вам. Все, это было хорошо, без руков. Сергей без руков. Подождите, а не забудьте, пожалуйста, послушать альбом ребят. И посмотреть нас, и поставить лайк, и подписаться. Или вообще идите в очко. Ребят, спасибо очень. Я хотел бы СССР сказать охуенно. Подпишитесь, не подписались, ты правильно сказал. Спасибо большое. Кейстайл, бэби. А кстати, сейчас красивая интеграция, пиздец. Старый альбом группы Мозги, который вы уже не слушаете, можете выставить на EZUA, там все можно выставить. Ой, там клевые товары для клевых людей. Купите где угодно. Все что угодно можно найти. Ребят, не добавить, не убавить. Всем пока, смотрите ДЗК.